По многочисленным просьбам продолжаем развивать версию событий, которые происходят на левом берегу Херсонщины. Тут действительно есть много моментов, которые чисто объективно указывают на то, что как минимум это направление будет дорого стоить российскому отребью, а как максимум может вылиться во что-то намного более рельефное и весомое. Возьмем хотя бы один момент, который увидит каждый, кто смотрит на карту района боевых действий. Просто допустим, что наши войска собираются где-то там наломать костей противнику и сразу из этого допущения возникает вопрос о том, что там надо максимально нейтрализовать артиллерию и авиацию противника. Цель этого очевидна и особо ее расписывать нет смысла. Но тут интересно вот что. Изначально было понятно, что оккупант здесь, хоть и имеет определенное количество артиллерии, но ее плотность будет меньше, чем на Такмакском и тем более на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Естественно, предположить, что в таком случае ВСУ будут давить арту врага просто на классе, имея более точную и дальнобойную стволку и РСЗО, а плюс к тому намного более квалифицированных артиллеристов. Поэтому можно не сомневаться, что работа в этом направлении идет постоянно. Но вот оценить ее одним взглядом будет сложно. Совсем другое дело с авиацией. Понятно, что противник имеет перевес в ее численности и разнообразии, но с учетом того, что линия фронта насыщена средствами ПВО, противник и потери в авиации несет несравнимо большее. В таких условиях именно по линии фронта наиболее эффективно может работать либо штурмовая авиация, либо вертолеты. Причем вертушки более предпочтительны, поскольку они имеют расширенные противотанковые возможности, а раз так, то первой заботой ВСУ, если только они собираются что-то делать на этом участке фронта, будет вырезание именно этой авиации. И вот если взять условный циркуль и воткнуть его в любую точку рядом с Херсоном, провести дугу боевого радиуса работы штурмовиков и особенно вертолетов, то недалеко от нее мы получим аэродромы Бердянска, Джанкоя и Новофедоровки. Именно с этих аэродромов могут эффективно работать указанные машины. В данном случае под эффективностью мы понимаем максимальную боевую загрузку и топливо, которое позволило бы долететь от аэродрома до операционного района, отработать там в режиме патрулирования хотя бы час, чтобы, получив целеуказание, отстрелять боекомплект и после этого вернуться на базу. И как мы знаем, по всем трем аэродромам недавно были нанесены мощные удары нашими ракетами. Значительная часть авиации противника этими ударами была уничтожена. А это намекает на то, что все это делалось не просто так и не только в связи с тем, что там было обнаружено скопление вражеской авиации. Скорее всего, и в первую очередь, это делалось для ослабления общей огневой мощи противника в данный конкретный момент. Таким образом, эти удары могли быть частью большого плана и были направлены на смещение баланса огневых возможностей противоборствующих сторон. И тут наша версия никому и ничему не навредит, поскольку противник имеет точно такие же карты и он точно так же может сделать такие выводы. А в совокупности с целым рядом других действий ВСУ противник приходит к выводу о том, что здесь готовится что-то нехорошее, пусть и не масштабное, наступление. Более того, он обязан думать именно так, поскольку, если бы он расслабился и видел в глазах бойцов ВСУ мир, то наши войска уже стояли бы в паре километров от Кремля. И противник думает. Причем на эту тему у него мысли совсем нехорошие и становятся они все более мрачными. В предыдущих материалах мы уже отмечали даже не то, что именно пишут их военкоры, а динамику изменения тональности. От почти беззаботной они перешли к признанию того, что отдельные проблемы на этом участке фронта есть, а потом и к тому, что эти проблемы стали более заметны. Теперь они пишут вот так. На Херсонско-Крымском направлении украинские войска при поддержке артиллерии в очередной раз атаковали у поймы Песчановки и со стороны Крынок. Без успеха. Но активность налицо. Для российских войск ситуация уже становится непростой. Под ударами БСУ в Белозерках, Херсоне, Тягенке, Львовом, Отрадокаменке и Казацком. Украинская артиллерия работала по ВСРФ в Голой пристане, Кардашенке, Олежках, Подстепном, Кудасове, Казачьих лагерях, Корсунке и Днепрянах. Здесь они не объясняют, в чем именно заключается указанная непростая ситуация. Но другие объяснили ее суть. По их словам, в районе Крынок ВСУ накопили уже достаточно значительную группировку войск, а рейды наших разведчиков и спецназовцев становятся все более жесткими и глубокими. По их словам, у россиян складывается впечатление, что наши группы спецов при выполнении рейдов с одной стороны тренируются для чего-то более крупного, но судя по нескольким случаям, произошедшим недавно, суть которых не объясняется, ВСУ целенаправленно уничтожает офицерский состав подразделений. Когда после очередного такого рейда они начинают подводить итоги, то выясняется, что они обошли небольшие группы простых бойцов и методично вырезали офицеров. В результате в 144-й ОМСБР, которая как раз и стоит в крынках, ротами уже командуют сержанты, хотя это капитанская должность. Но тревожит противника даже не это, а то, что они ожидают от ВСУ наступления, а его нет. То есть происходит какое-то движение, на которое оккупационные войска вынуждены реагировать, и в этот момент начинает работать артиллерия ВСУ, которая выносит просто пачки личного состава. Причем сделать с этим ничего невозможно, поскольку с плацдарма, если что-то и работает, то очень редко и коротко, а вот с правого, более высокого берега, арта наваливает от души, причем бьет точно и насыпает кучно. В связи с этим противник приходит к выводу о том, что такая тактика дает возможность ВСУ практически не использовать огневые средства группировки войск на плацдарме, а все решать просто умело корректируя огонь артиллерии с правого берега. То есть пехота противника, стоящая в районе крынок, просто перемалывается дистанционно, даже не вступая в огневой контакт с морской пехотой ВСУ. В связи с этим у них возникают все более тяжелые подозрения в том, что вот этот плацдарм в крынках, который до сих пор считается основным, может таковым и не оказаться, и что его используют исключительно для истощения резервов, с тем, чтобы вытащить их из других мест, куда и может быть нанесен основной удар. Вот немного из того, что там у них сейчас ходит. То есть у них действительно возникла тревожность по поводу того, что они вынуждены играть в игру, суть которой не понимают. При этом они отмечают, что в контрбатарейку у них не получается, поскольку не хватает ни дальности, ни точности, а как только начинает работать их собственная арта, по ней тут же прилетает. Они отмечают, что ВСУ имеют подавляющее преимущество в дронах всех типов и с удивлением пишут о том, что РЭБ-ВСУ работает так, что душит у них практически все. Ну а все это вместе заставляет их вертеть головой во все стороны, поскольку они начинают подозревать, что скоро может начаться что-то большое, но не там, где они себе представляют. Вот примерно такие выводы можно сделать из того, что пишет противник, но наши выводы здесь просто версия. Сами события развиваются, и мы еще можем увидеть, что это было на самом деле. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова